здравствуйте сегодня у нас очередное заседание экспертно-аналитического клуба онлайн тема нашего сегодняшнего заседания это какой станет новая беларусь а также напоминаю что это заседание экспертно-аналитического клуба у нас международная и у нас идет синхронный перевод в данный момент пожалуйста если вам удобнее слушать то что говорят спикеры по-английски вы можете выбрать дорожку английскую внизу там где такая иконка глобуса есть вот так же всех наших спикеров прошу в связи с этим не торопиться и помнить о том что у нас есть синхронный перевод не ускоряться и не тараторить по возможности спасибо большое так что знаю что у нас наше мероприятие сегодня записывается но правило счетом house rule нас никуда не делась применяется она у нас по предварительному уведомлению если вы хотите сказать что-то что не должно попасть в запись или то что не должно цитироваться с вашим именем потом после дискуссии пожалуйста сообщите нам мы поставим запись на пауз на паузу и это никуда не попадет вот также представляю наших сегодняшних спикеров это андрей егоров политолог старший аналитик центр европейской трансформации добрый день андрей андрей вы с нами добрый день антон родненков пресс-секретарь коррекционного совета директор центра новых идей привет антон всем добрый день да привет антон анна козлова лицензиат тэдэкс минск популяризатор науки добрый день анна добрый вечер да добрый вечер и ярослав бекиш предприниматель и выпускник программы международного лидерства сенатора джона маккейна экс-руководители зеленой сети здравствуйте ярослав мои самодераторы сегодня это валерия костюгова валерия здравствуйте да также также попозже к нам подключится вадим мажейка но это будет немножко позже вот давайте начнем с тогда с первого заявленного вопроса и начнем с андрея егорова наш первый заявленный вопрос это какими будут ключевые особенности будущей новой белоруссии исходя из фундамента заложенного 2020 году андрей вам слово недавно я написал текст неожиданно ставший популярным facebook с таким провокационным названием что ничего не изменится и где я писал о том что в как бы в принципе по большому счету белорусская система не требует радикальных реформ это что произойдет в беларуси если революция победит не будет затрагивать в плане изменений обычной жизни большинства людей то есть как бы это не принесет не значительного повышения благосостояния людей не из значительного падения благосостояния людей в целом как бы то что они делают не изменится 90 процентов людей будет заниматься примерно теми же самыми делами они занимались работать на тех же предприятиях быть теми же чиновниками в той же системе управления и решать примерно подобные которые они решают и в целом как бы это мало коснется людей но как бы изменится как системные правила игры которые заключаются в установлении ну просто достаточно четких и ясных законодательных правил то что называется rule of law и системы обеспечения как бы этих правил то есть то что сегодня работает по принципу усмотрения как бы начнет работать по принципу того как функционируют сами институциональные правила и ну это изменит собственно общий характер как политическая система которая существует а значит как бы это постепенно приведет к ну совершенно другому общественному политическому устройству первоначально никаких радикальных реформ в беларуси и не потребуется особенно если мы говорим про какой-то переходный период что все это распадается на два очень ясных этапа первый это переходный период когда работает условно какое-то временное правительство в беларуси желательно чтобы она работала там не меньше года как бы это правительство и период когда проходят новые выборы и избираются уже по новой конституции органы власти и тогда они уже как бы начинают какие-то более системные не обязательно быстрые но уже более глубокие реформ поэтому первоначальный период вот этот переходный период фактически в этот переходный период необходимо будет решить несколько очень важных задач но без глубоких реформ первая задача это вопросы связанные с переустановлением конституционных институтов как бы на новые демократические институты вторая задача это запуск механизмов переходной справедливости transitional justice то есть это формирование каких-то независимых судебных органов которые специально и следственных органов специально будет заниматься вопросом восстановление справедливости и законности в стране ну и третий вопрос который нам придется столкнуться в любом случае исходя из текущей экономической конъюнктуры это вопрос решительных мер в экономике в этот переходный период но опять же эти меры вряд ли будут затрагивать вопросы связанные с системными изменениями в белорусской экономике то есть не будет перехода существующей такой скажем социал-демократической модели к каким-то радикально новым моделям управления в беларусь ну и хронологические следующие системными реформами которые должны начаться после там периода вот этого временно переходного периода и стабилизации политической системы будут касаться вопросов уже достаточно широким наборе областей из которых я бы выделил как две главные реформу местного самоуправления и реформ образования ну примерно так спасибо ярослав тогда давайте продолжим с вами какие будут ключевые особенности будущей новой беларуси и скорее с фундамента заложенного 2020 году окей спасибо я слушаю андрея думаю что чтобы не гадать на кофейной гуще чтобы не говорить какой беларусь будет если наверно можно выделить два аспекта какой беларусь точно уже не будет и в каком смысле она уже не будет прежней я думаю что это аспект политической культуры в широком смысле этого слова и аспект экономики тоже в широком смысле этого слова как бы не закончилась текущая фаза политическая беларуси я думаю что политическая культура исходя из фундамента этого года очень сильно меняется сегодня и будет меняться еще по инерции очень долго начиная от каких-то низовых вещей пусть даже и очень важных вот например как Андрей сейчас упомянул местного самоуправления реформу и вообще отношения местных сообществ самим к себе к тому на что они имеют право что они могут себе позволить как следует распоряжаться местными ресурсами и так далее заканчивая национальным может быть даже международным уровнем вопросом касающимся таких аспектов как государственное устройство разделение властей гарантии этого разделения в общем смысле политической культуры беларусь уже другая совсем не такая какой мы ее встречали в начале августа и и хотелось бы чтобы эти изменения были более уверенными более прогнозируемыми что ли потому что сейчас мы наблюдаем и шараханье актеров политических то вправо то влево и я думаю что если мы сможем создать какие-то механизмы построения общественного консенсуса на тему политики то дальше беларусь станет на рельсы осовременивания своей политической модели в экономическом смысле беларусь тоже не будет прежней как и весь мир конечно и можно здесь говорить про влияние всяких черных лебедей и зеленого лебедя которого мы встретили сейчас но я хочу подчеркнуть такой аспект многие беларусы сейчас надеются на то что режим не вытянет противостояние с беларусским народом именно благодаря экономическому фактору и отсюда всякие разговоры вокруг включать или не включать свифт кто должен быть инициатором если и должен быть подобных инициатив я бы хотел обратить внимание на то что беларусь даже без ковида и даже без революции к началу 2020 года пришла к осознанию того что мы видим перед собой того что европейцы называют зеленый лебедь то есть глобального непрогнозируемого экономического фактора который должен устроить очень серьезный экономический кризис я в первую очередь говорю про то как сильно наш основной экономический партнер вслед за нашим вторым экономическим партнером я имею ввиду россия вслед за европейским союзом серьезно относятся к тому что они называют green deal как это меняет полностью региональную структуру экономическую и вот если в начале 2020 года мы еще там активно пытались сколыхнуть соответствующие органы госуправления на то чтобы они поставили эти вопросы на повестку и публичную и профессиональную то сейчас после конца лета об этих темах пока что не с кем просто разговаривать не кому и не с кем мы движемся без руля на полных на полном ходу к этому зеленому лебедю и специалисты эксперты которые разбираются в этом вопросе находятся в патовой ситуации не знают что придет знает что надо делать или чего не надо делать но не могут это обсудить не с обществом не с правительством потому что она нелегитима не с командами или команды которые сейчас принято почему-то все еще называть оппозиции то есть этот вопрос все еще на повестке и он шарахнет достаточно сильно в любом случае политический кризис и пандемия только усугубляет этот вопрос я думаю что белоруссия будущего какой бы она ни была будет либо очень адаптивно к этой ситуации либо потерпит очень сильный экономический ущерб эти два фактора влияют друг на друга их на них влияет фактор времени чем раньше мы сможем перейти к решению этих вопросов тема спокойнее мы сможем перенести последствия текущих кризисов национального и глобального спасибо ну что вадим ты с нами хочешь может быть продолжим антон спасибо спасибо за работу с этим подключаюсь еще раз всем добрый вечер простите что пришлось задержаться на интервью поэтому позже к нам присоединился а я так понимаю андрей егоров ярослав векиш уже высказали свое видение какие-то первые взгляды на то каким какие наши ключевые события будут влиять на будущее и я в этом случае наверно хотел попросить анну козлову продолжить сказать нам о том как с той точки зрения что на это будущее главное повлияет действительно привет спасибо большое я очень много наблюдаю за тем что сейчас происходит в беларуси именно с точки зрения формирования локальных сообществ поскольку я являюсь сейчас основным организатором тэдэкс беларуси и для тэдэкс одна из важных вещей это как раз создание формирование поддержания локальных сообществ для меня это такой привычный ракурс и то что я вижу еще до обострения политического пылица с началом как раз коронавирусного пандемического кризиса это невероятный скачок и извините за банальность формирование настоящего гражданского общества настоящих локальных сообществ и это поразительно на самом деле насколько они справляются с возникающими задачами все мы видели мне кажется не нужно повторять напоминать что происходило весной в период начала пандемии и как именно там сбор денег и волонтерские команды помогали врачам обычным нормальным людям и то же самое продолжилось летом и продолжилось осенью то что я вижу во первых полную неэффективность существующих официальных институций это и институции здравоохранения и в первую очередь институции коммуникации и соответственно очень сильно возрастающее влияние и неформальных институций в этой области за этот год за это лето и эту осень каждый житель беларуси стал гораздо более подкован например в юридических вопросах почему потому что возникли добровольные волонтерские сообщества которые цена правильно занимались коммуникации в этой области юридическим просвещением нам каждому обычному нормальному человеку рассказывали что именно мы можем сделать скажи конкретной ситуации какие у нас есть возможности какие у нас есть права какие шаги мы можем предпринять и вот это возрастание роли волонтерских сообществ коммуникации по всем направлением кажется лично мне одним из самых важных фундаментов потому что эта система которая полностью разрушена система которая довольно сильно дефектно из которой нет нормальной обратной связи в природе извините я включу биолога в природе очень важны системы обратной связи любой живой организм получает обратную связь от рецептора от происходящих биохимических реакций от органов если эти связи нарушены организм начинает неадекватно реагировать на какие-то проблемы на развитие патологий то что мы видим в беларуси это массовая и тотальная дискредитация всех систем обратной связи если хоть какая-нибудь достоверная статистика по заболеваемости коронавирусом это очень хороший пример нет ее нету то что ее нету это и есть дефектная обратная связь это мешает адекватному реагированию на проблему и ровно такая же ситуация на самом деле абсолютно совсем если нормальная обратная связь системе образования нет ее к сожалению нету потому что ну начиная со школы система выставления оценок нормальной средней школе не дает никакой адекватной обратной связи никак адекватно не отражает уровень образования учеников уровень потребностей школы где в этой системе закрыть не закрыты какие-то слабые места это все накапливается накапливается и возвращаясь к тому с чего я начала я вижу и я очень этому радуюсь не перестаю радоваться как совершенно обычные люди которые никогда этим профессионально не занимались кто-то может быть занимался и конечно большая помощь начинают самоорганизовываться начинают разбираться с тем как устроены вот эти дефектные системы начинают восполнять пробелы в официальных формальных институциональных организациях честно говоря для меня это наиболее важное и наиболее базовые основания для того какой будет беларусь будущего потому что во первых это устраивание эффективных систем замен неэффективных во вторых это простите опять же за такую банальность дает надежду независимо от того когда закончится нынешний политический кризис и независимо от того чем он закончится формирование вот этих локальных сообществ и те функции которые они сами для себя выполняют это то что уже останется с нами навсегда я надеюсь что это разобьется и станет еще лучше и независимо от того чем закончится нынешний политический кризис вот эта самоорганизация это самоуправление и готовность людей включаться включаться в какие-то урбанистические процессы какие-то экономические процессы социальные процессы включаться в образование включаться в поддержку существующей медицинской системы это то что наше то в чем наше будущее спасибо спасибо я на самом деле ждал мне было даже интересно как биологический взгляд проявится к этой тебе было очень радостно послушать действительно такое сравнение с организмами ну что как говорится last but not least антон родненков антон який твой погляд и за другой боку як человек как и безумовно уделен шая во всех тех самых политичных процессах проеке мы зарасскажем уже куды уж боли непосредна пазынша боку все ж таки як як доследчика як аналитика як што тебе бачится дякую вадим я напомню я буду развивать думки анны праву взгляды про то что починаю зараз будаваць гармадзянска сухойнасць але передэтым зараблю некалькі кроку назад что про что мы за все доказали гэта тое что белорусская держава белорусские влады не задоляли побудоваць нейкую заразумелую державную идеологию яны не задоляли пропонаваць некий в образ будучной краины а га цанинь программе лукашенко уже зникли в 2015 годзе и пасля гэтага ён было уже заразумела усім што ён не можга показаць куды ён башыць имущець развивацца краина які накерунок некий некий формат гэты будучай краины и у гэты ситуацы в принципу грамадзянская супольныць сама стварыла для сэбе некий в образ зараз гэта ну то бут можна паглядзець як гэта людзі называют люди гэта называют новая беларусь заяюся таким термін гэта термін заяюся і расплащудзиўся ў гэтым годзе перш я памятаю я гэго пабачуў на прытку валерия цыпкала ён карь я обвестіў што нэн бэдзі был отрасу президенту ёго на сайте было написано манифест новой беларусі і там былі розны артыкулы і з тых часоў з такоў часу в принципі з гэта з гэты весны вось гэта пачало распавсюджывацца зараз шмат декалі ты гадзиш як людзі называюць за што ёны змагаюць аны кажуть мы змагаўся за новую беларусь гэта значы што ў людзей ўжо пачынаў стварацца некий вобраз гэтым образ и аны называюць новая беларусь што гэта за образ шаго ён складацца мы канешы до конца не разумеем мы не веды але людзі ў людзей ёсць очуваўне што ёны все разумеўць ада не ёкбарыч да гэту льбарыча грамадзянска супольнасў ўогалю беларускай грамадзва зарабіла іншы вось іншай вижн ён назывался айти країна да и някакі гадзо мы называли што беларусь айти країна за раз мы бачын што новая беларусь што таки боўш шым айти країна и на самараш айти країна гэта просто маленькай дробненькай напаўна дробненькай кавалак вось гэты новая беларусь таму ці будзе новая беларусь падобна на старую беларусь напаўна дзейсцена не будзе падобна і гэта штось ці будзе па іншаму да другі цікава момент гэта тое што як худка і як шырока масова грамадзва пашало будаваць свае паралельны новая институты так яны отбуаць як горизантальны аны отбуаць такі вертыкальна так горизантальны гэта ось гэта дворавыя чаты некія лакальныя ком'юніцы але пачынаець анны будавацца і вертыкальна так зяя거야цца ось гэта квазі пра фіссійнае цупольнасці напыклат беляя халаты напыклат там спартоц кабазъняний crise ў свою асоціацію культурологі ну працовники культуры абядналися Сау Асоціацію и гэта гдалей И мы уже зараз бачим, что Лукашенко спрашается с чатом белых халатов. Кумовно кажется, калебы у белых халатов был некий свой профсоюз, но это был бы такой амайшто профсоюз, який неким чином лоббировал бы потребы вот с этой супольности. Видовочно, калебы будут отбываться, то белые халаты не буду не поделываться, и они застанутся. И новому министру Ахова-Здорову приедется неким чином вести перамовы с этой супольностью, бо эта супольница обед новая представляет некую великую частку профсоюзных супольностей. Калебы з'явится новый мэр Минска, он дакладно будет вымушен неким чином выбудовывать свои связи, свои контакты с этой широкой сеткой локальных чатов, які так само працуют. Гэтые локальные чаты так само почнут народжать своих местовых лидеров, які будут, напевно, балотоваться наступные местовые выборы. Гэтые институты почнут на своем узровне давать некие вынеки, так? Видовочно, что гэты доволе истотные змены, тому, я думаю, будет развиваться доволе все цикаво, и массовость гэтага худкость, як это отбывается, гэта заправды издевляет. Ну, та ж платформа «Голос», где есть миллион триста человек, она так само застаётся, и гэта платформа потом в новой Беларуси будет выполнять просто греху іншые функции. Тому гэта вельми добра, что беларуская громадство не змагается супрочагостей, что она не змагается супрочагостей режиму. Да, потому, по великому рахунку, беларуская громадство не чувац, что она хочет разбурыть нечто, систему адукации, чагостейншого. При гэтым беларуская громадство доволе паспяхова параллельно выбудовывая свои институты, які працуют на яйе корысте, які выполнят те функции, які они бачусь. Конечно, гэта почалося з коронавирусом, уже, напевно, уже починался шараней, с коронавирусом, с гэтым волонтёрским рухом мы побачили забравданный выбул гэтага. И вот гэта зараз политычная зменная, и они тольки паскарают. На пердзе нас чекает зима, видовошно, што зима гэта не пиры, калі массовая шэстя гэта лепшы, самый зручный вариант демонстрации своей некой позиции. Тому, худше за все, гэта личбовая цифровизация будзе тольки пагалішивацца. И худше за все, к весне гэта сувязей солидарності на гэта личбовая инструмента тольки пагалішивацца. Ну, вось, гэта калі коротка. Дзяку, Вадзім. Да, дзякуй, Антон. Правда, я думаю, что можно назвать протопрофсоюзами, 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 локальными сообществами, которые выстраиваются параллельно местным структурам. Это действительно те вещи, которые будут с нами дальше. Спасибо, что ты отметил эти важные моменты. Я бы тогда хотел предложить перейти к второму вопросу и подумать о главных вызовах, потому что при всех этих факторах мы понимаем, что вот этот, ты уже сказал, да, вижн, вижн новой Беларуси, очевидно, он столкнется с какими-то в том числе, может быть, и глобальными вызовами, может быть, что-то региональное, может быть, какие-то факторы, которые, то, что можно назвать болезнями роста. Как вы думаете, что станет такими факторами для этой новой Беларуси, а что, может быть, наоборот, позволит добиться успеха и с этим справиться? Может быть, у белорусского общества есть какие-то факторы, если уж продолжать продолжать это биологически, может быть, у нашего организма есть какие-то факторы иммунитета к таким проблемам, что-то, что нам поможет добиться успехов, несмотря на эти вызовы. Давайте, может быть, предлагаю продолжить в том же порядке, как мы начинали, и Андрей. Ну, я вот все-таки несколько не разделяю оптимизма коллег, потому что любой общественный подъем, он может сопровождаться таким же общественным спадом. То, что мы сегодня видим подъем децентрализованной активности, формирование новых сообществ по локальному и профессиональному уровню, он очень важен. Но на сегодняшний день я не вижу надежных предпосылок того, что все окончательно изменилось и не может вернуться обратно. То есть, в принципе, процессы развития этих сообществ, процессы самоорганизации людей, они обратимы и, в общем-то, могут быть подавлены сегодня, потому что мы находимся в ситуации конкуренции и борьбы. Это первое замечание. В общем-то, хорошо бы, чтобы оно развивалось, конечно, и тогда на этой базе можно много чего выстраивать. Оно является натуральным основанием для роста, создания новых структур, новых альтернативных оснований для развития в различных сферах жизни Беларуси. Но, в общем, это не закономерность. Это связано с энергетикой, усилиями людей, пониманием их процессов, ориентацией, надеждами на изменения и так далее. Это первое замечание. Второе. Все-таки у нас в Беларуси есть два подхода. Оба неправильные, как мне кажется. Первое, что все в Беларуси плохо. Ну, в смысле, ничего не работает. Образование не работает, медицина никакая, государственное управление тоже. Это один такой момент. А второй, что, ну, как про государственные всякие структуры придерживаются, что все у нас замечательно, как бы, но мы переживаем иногда, ну, какой-то кризис роста, там, как бы, вот все наладится, как бы, скоро. Мне кажется, что истина-то тут, как бы, посередине, потому что, ну, в Беларуси в основном работающие институты. У нас, ну, как бы, работает образование. То есть дипломы выдаются, выпуск, там, наборы, там, студентов совершаются, образовательный процесс идет. И, в общем-то, как бы, наверное, это образование не такое ужасное, раз, как бы, оно смогло произвести поколение людей, совершающих сегодня революцию. То есть, конечно, можно говорить о том, что, как бы, вот государство, государственная система образования не хотела этого сделать. Это такой побочный эффект. Неправильных людей, как бы, сделала. Но, тем не менее, как бы, она, эта система образования в целом, общественная система образования, как бы, она произвела, как бы, это поколение способным к активным, солидарным, вот, революционным деятелям. Как бы, а значит, как бы, эта система, ну, в каком-то смысле, как бы, является рабочей. Как бы, ее, как бы, реформа не может быть, ну, вот, в смысле, разогнать всех, как бы, и создать с нуля. И то же самое, как бы, в любых других областях. Вот у нас, конечно, дворовые сообщества существуют, но кто-то сегодня включает, как бы, тепло в зданиях, как бы, организует работу трубопроводов, поддержки инфраструктуры. И это все, заметьте, работает. Если вы, как бы, посмотрите на, как бы, другие страны, оно, в общем, работает вполне себе неплохо. Как бы, а это предусматривается, там, соответствующую компетенцию людей, их, как бы, трудовой этик и управление, как бы, этим делом. И это все работает. Да, как бы, да, конечно, у нас, там, проблемы с, там, обратной связью, как бы, правилами, иногда, как, архаичными нормами, как бы, того, как управляется все это. Это нужно менять очень много, как бы, в стране. Но уникальная ситуация Беларуси сегодня заключается в том, как бы, что в отличие от начала 90-х годов, нам не нужны, как бы, радикальные изменения сегодня. Нужна, как бы, скажем, там, наладка системы сначала, избавление от того, что ограничивает ее развитие, устранение факторов, которые сдерживают это развитие в разных сферах. В частности, деидеологизация, как бы, которая требуется практически во всех областях. И восстановление структуры нормально работающих институтов, ну, там, прежде всего, например, судов, как бы, и правовых институтов. Суды должны стать, там, независимыми. И это автоматически повлечет, как бы, невероятные эффекты в той же экономике для этого. Ну, и вот вызов, с которым мы сталкиваемся, как бы, это, в общем, как бы, вызовы, с одной стороны, что мы не можем полагаться на вот то, что все автоматически произойдет и изменится, потому что сегодня мы видим проявление этой солидарности. А с другой стороны, когда мы начнем что-то менять, всегда будет уровень сопротивления, как бы, тех существующих институтов и людей с их сознанием тому, что должно меняться. И это сопротивление, в общем-то, придется преодолевать, особенно, если мы говорим про более глубокие реформы, чем реформы переходного периода. Ну, и понятно, как бы, что нам нужно будет отвечать на глобальные вызовы, о которых говорил Ярослав, например, Бекиш, о том, что, ну, так или иначе, как бы, мы сталкиваемся с, как бы, вызовами, связанными, там, с климатическими вызовами и экономическими вызовами, связанными с тем, что Европейский Союз отвечает на климатические вызовы и вводит, там, параметры по декарбонизации своей экономики и накладывает соответствующие... Алло. Андрей, что-то со звуком, да, пропал-то? Со звуком было просто автоматически. Вот. Ну, и, как бы, конечно, эти факторы необходимо будут, ну, учитывать и довольно быстро решать. Тут тоже совершенно верно, потому что уже, как бы, сегодня, как бы, необходимо многие вещи делать, и запаздывая с этим мы проигрываем. Ну, и вот последний момент, о котором я уже предметно хотел бы сказать, что нам придется в Новой Беларуси определиться с геополитической стратегией движения Беларусь. То есть у нас есть фактор России, с одной стороны, и фактор отношения с Европейским Союзом. То есть вот этот вызов, там, геополитических ориентаций надо будет решать, и он решается не банально. Потому что, ну, ни одна из существующих стратегий, там, сегодня, как бы, она не годится. То есть мы не можем выйти, например, из соглашений, которые связывают нас с Россией, ни из союзного государства напрямую, ни из, например, Евразийского экономического союза, как бы, и пойти, там, по пути, которые избрали страны, которые подписали соглашение про ассоциацию с Европейским Союзом. То есть мы так поступить по разным причинам не можем. Соответственно, как бы, необходимо искать некий баланс этих вариантов. С одной стороны, договариваясь с Россией относительно новой конфигурации отношений, но которая бы гарантировала некоторые базовые интересы, которые имеет здесь Российская Федерация. А с другой стороны, все-таки, как бы, идти по пути углубления отношений с Европейским Союзом. Но так, чтобы это не нарушало, как бы, наши договоренности с Россией. В общем-то, это может быть что-то подобное тем соглашением, которое сегодня Армения подписала с Европейским Союзом. Давно уже подписала, но это некий компромиссный вариант между тем, что имеют ассоциированные страны и ситуация, в которой мы находимся сейчас. Да, спасибо, Андрей. Тогда, может быть, Ярослав, давай с тобой продолжим, поговорим. Ты, вижу, начинал говорить тоже про глобальные вызовы. Может быть, давай посмотрим на какую-то нашу специфику, будет ли она, которая, может быть, затруднит или облегчит переживания этих вызовов. Я бы, наверное, вернулся к этому вопросу, но начал не с этого. Я просто послушал первый круг коллег, и я хотел бы, наверное, заявить себя как такого больше оппонента для Анны и особенно Антона. Продолжить линию, которую начал Андрей по поводу того, что есть поводы для оптимизма и гордости, но факторов риска для того, чтобы это все не свернулось больше, чем этих поводов. И вот что я имею в виду. Я имею в виду, что да, есть некоторая визия, причем еще не обсужденная, есть какая-то общая мечта о новой Беларуси, которая, к сожалению, сама себя не сделает. Да, я согласен с коллегами о том, что все необходимые для нее элементы, если структурно на это посмотреть, все как бы либо развиваются, либо вот появились. У нас появилось местное сообщество. Они были и раньше, но вот сейчас они буйно расцветают. У нас активизировалась экспертная комьюнити, у нас активизировались связи вне правительственные с западными политическими игроками. Все это появляется, но система, особенно сложная, открытая система, она же требует не только элементов, она требует взаимосвязи между этими элементами. Вот эти взаимосвязи, ну, по крайней мере, это мое субъективное мнение, но мне кажется, что они не только пока что не создаются, а еще и происходит некоторое перетягивание фокуса внимания от одного элемента к другому. Объясню на примере. Начну с технического. Тут упоминали IT-страну. Никогда Беларусь не строилась никем, как IT-страна, хоть лозунг этот звучал. Беларусь строила, как Upwork-страна, тусовка единоличных и консолидированных фрилансеров технических, которые обслуживали внешние заказы. Это вообще не про IT. И то, что сейчас делает платформа «Голос» с Пашей Либером, это первая попытка сделать из Беларуси IT-страну. Но это техническая заточка под какие-то задачи. Эти задачи формируются, я послушал несколько интервью Квашиных, формируются по наитию. Они не синхронизованы задачами других важных элементов этой системы, которую мы так радостно называем «Новая Беларусь». Ну, например, экспертная составляющая, то, про что ты, Вадим, спрашиваешь. В области экономики, в области энергетики, в области образования, судебной реформы, все вот это вот. Эти экспертные наработки в Беларуси по всем, по всем областям, может быть, кроме энергетики, в связи с запуском недавнего АЭС, есть достаточно давно, есть специалисты, мало того, каждые несколько лет они их перетряхивают. Последняя такая стряска была, если помните, БИС выиграл проект Еврокомиссии, который назывался «Европейский диалог по модернизации Беларутии». Тогда по всем областям был объявлен конкурс экспертов, каждая экспертная группа подоставала у себя из сейфов свои наработки, огроменные папки за деньги проекта, обновила их. И что дальше можно было сделать с этим всем богатством? То есть коммуникацию с режимом, тогда еще действующей власти, на эту тему устроить было невозможно. Запросов на эту экспертию не было. А сейчас запрос есть? У кого он? То есть наработки есть, их там апдейтить, вопрос, я не знаю, в каких месяцах. А спроса, в какую систему встроить все это, у нас пока что нет. Но у нас есть зато технические платформы «Голос» со всеми ее сатиритными проектами. Международные отношения, я имею в виду сейчас политические, в основном с Западом, тоже ведутся достаточно спорадически, я бы сказал. Сегодня я прочитал хорошую новость про Валерия Ковалевского. Я знаю, что это человек очень системно мыслящий. Но тоже, как его возможная работа, я ему сейчас совершенно не завидую, может сочетаться с тем, о чем я говорил до этого. И если бы мы могли выделить какое-то количество важнейших элементов этой будущей системы, начиная от местных сообществ, собственно, народа Беларуси, коммерческий сектор, международные финансовые институты, которые готовы были бы партнериться с Новой Беларусью, просто международные политические игроки, экспертная комьюнити, и вот технические инфраструктурные проекты. Здесь не хватает только профсоюзов настоящих, промышленностей. В общем, это все потенциальные партнеры для строительства Новой Беларуси, которые пока партнерами не стали. И отсюда весь этот мой скепсис. Партнерства нету, элементы есть, партнерства нету. И поэтому я скорее скептически смотрю на то, какой ценой нам удастся построить эту Новую Беларусь. Про глобальные вызовы очень коротко. Мы их сейчас просто в этой системе отсутствия партнерств просто игнорируем. Мне нечего тут добавить. Они достаточно сильны, они сокрушительны для многих экономик мира. Для нас в особенности, потому что у нас два соседа завязаны на декарбонизацию, и у нас очень недиверсифицированный рынок. То есть как только Россия выполняет европейские правила, а там уже все инвестиционные компании, вся промышленность полным ходом к этому идет, мы остаемся просто не только вне этого паровоза, но и вне этого вокзала остаемся. И все к этому идет. Поэтому как только эти партнерские связи между элементами системы Новой Беларуси будут построены, вот тогда я и скажу, да, есть надежда. Пока что есть только маленькая возможность, которую нельзя упустить. Спасибо. Спасибо, Ярослав. Существом того, что Антону Родненкову надо будет скоро уходить на другой важный колл, я бы хотел дать Антону слово. Антон, может, ты одразу тады сконцентраусе и на другим пытанне, про главные выклики, и так само на третьем относно к изменам, про яке же варто звернуть увагу у громадства, цьи дешево керуванне. Я на панус пашу крыху прокоментую комментарии на той, что это не мой комментарий. Я человек, який долучился до кампании у конца мая. Тады вся инфраструктура громадянского громадства Беларусского складалась с инициативой Байковит и Google-формы Виктора Бабарик. Гэта было все, что было на той момент. Зараз, каля мы поглядзим, что заявился, не, конечно, Ярослав, было еще шмать все вон, але сбойного в это было один. Зараз заявился шмат ящичного. Я целком згоден, что энергия, конечно, будет изменяться. Будут моменты, когда громадства будет больше энергизм, будут моменты, когда громадства будет меньше энергизм. Але ты не меньше, у людей заявился новый досвид. У нас у культуры заявились новые практики. Наприклад, марш заявился для сотен тысяч беларусов. Гэта новой культурной практикой выказывания своей незадовольности. Гэта глобальный слом уявления самих себе про самих себе. Гэта беларусу сходить на марш, гэта зарастала норма. Я шепал годы тому, гэтага не было. Так, кажучи, про суэзи унутры, памяж самими гэтым новыми супольностями, які они повстают. Як человек, який больше погруженный во внутрянку, так скажем, я могу сказать, что тут все довольно добро. Конечно, гэта выклики існують. Але, а што мы бачим до гэтага момента, што усе инициативы памяж собой, звычайно, цудовно супрацонничать. Усе инициативы адзин одного патрымливаюць. До гэтуль, а зараз уже худка на выводы, до гэтуль ящэ не отбылось нейкага раскола внутрі опозіцій, про які звичайно зачёды кажусь. Не добылося нейких вялікіх спрэчиках і так далі. Сбоча, гэта завязана з тым, што зараз ёсь адзинная мета, кай бядного все храмаства, людзі разумеют, што глупляць энергию на нечто інше, напэвно, неправильно. Але этим не менш. Тому, конечно, гэта выклики ёсць. Кажучы, пра знішнеполитычны выклики і вызначэнне вектору, мне падаецца, чым больш будзе затягвацца кризис, тем больш будзе важна, як будзе паводзе знішні актеры, як будзе паводзе знішні Європейскі Союз, умовна Захад і умовна Расія. І калі хтось із іх доволі знашна і істотно да поможа протесту, і он можа завоеваць ёкаву, хатя протесту. Вось. Тому мне падаецца знішні, знішні політичні вектор будзе згазану тым ліку з тым, як будзе яка будзе развязкать, які наступні кроки будзе ў гадне конфлікці, які цараз єць у вас. Вось іншы выклік, які єць, гэта все-таки што мы будзем робіць з умовными прыхильніками режима Лукашэнка. Як ваказываць наша соціологія, гэта доволі вялікая значна частка громадства, яна дасігает 20-30% громадства, яны так сама беларусы. Без їх Беларусь так сама неполна. І мені падаєцца тое, што беларуский протест наумыслно застаецца мирным, гэта вельмі важна яка штоўнаць, яка дае шанс на тое, што мы зможем позитывным чыном так сама развернуць гэту сітуацію. Бо мирный протест, у мирного протеста є звешайна два модуса. Перший модус, гэта, калі мы паказывам, што нас шмат, і вы нас боїтісь, да, от мы пришли, і вороги мусяць утекчу, да. А іншы варіант, гэта, калі мы паказывам нашу моральну перавагу і працелеглый блок пераходзіць на наш бок. Моўна каже, што пасля выборов масавыя акцы баі настакі масавыя, бо шмат тых, хто галасаваў за Лукашэнка, ці не галасаваў за Тихановску, аны пабачывали гэты гвалт, і аны пераші на бок патесту. Бо аны пераші на моральна, на бок, на бок, гэта, моральна га перамошцы. Калі мы дагэту лі будзе працягваць, заховаць гэтую моральну пазіцю, калі мы не будзем спрабываць, напужаць іншу ўчастку гранаста, а будзем я на дварот спрабываць утягнуць, зробіць гэты максимальна инклюзівным, вось над гэтага будзе залезеш, так само, як будзе развивацца ситуація. Улічывачы, што ў нас зараз сёй губопікі, улічывачы зараз сёй силовы аппарат, увоглі, улічывачы, як зараз людзі, негатывна ставецца дадзіняў дзержавных органам. Тому, на колькі мы будзем інклюзівны ў гэтым процесе, гэта адзінна пік. Другі выклик, гэта, канешні жы, як будзіця паводзіць ў монакашу вялікі бізнес. Да, гэтуль ў Беларусі не было вялік, вялікага ўплыва вялікага бізнесу, калі мы будзем правноваць гэта суседній гэта, калі мы поглядзі на ту жі Росію, калі мы поглядзі на ту жі Украіну. У пірэнтранзіту вялі важна, на якіх фінальніх пазіцях будзе вялікі бізнес. Калі вялікага бізнес стынацца вялі шмат захапіць для сябе частык публічнага поля, наприклад, як в Украіні, дзе вялікі бізнес контролюе ўвыніку і экономіку, і шмат учім палітичну сферу, і цялка медея сферу, то тады ў нас будзуть проблеми. Калі все-таки система буде більш збослана і громадства буде більш міцним, то тады знову шансів у Новой Беларусі, конечно, ж буде більш. Тому я згодний з і Андреем Ярославом, що єсть вільмі шмат, вільмі шмат питання, на які ми повинны будем отказати, але як шлакі кію дівніші вагатим з весны, але у мене єсть тільки оптиміст, аби сказати, що ми тут щось згубим, що те, що у нас єсть маленіки, навіть, ніякій маленькій надія, єсть шанс, мені подобається, що у нас самая великий шанс і самая велика надія за 26 годів. Але я молодий, я можу ще просто не пам'ятаю, тому можу помаряться так само. Дякую. Дякую, Антон. Так, тут в часі, да, був к тебе вопрос, но фактично так, якраз вопрос касался того, що делать вот с цими, що делать с цими, тоді частини обществу, яке, власне, вікторат Лукашенко, ну, в принципі, може, ще он зістеться, ще зістеться паре минут, може, я це коротко перед уходом добавлю, т.е. сохранення моральної позиції, це то, що касається именно момента протеста, а що касається построгіння Новой Беларуси, т.е. Беларуси, де, условно, у бувших членовників буде яка нибудь своя партия, і у нього буде якимось там, условно, 20% в парламенті, і якщо ли це буде влятися в тому числі на страну, як работать з цим вызовом, є ли какие-то у тебе ідеї на це чот? Ну, давайте поглядімо, що ми бачимо по соціології, наприклад. По соціології і оголі, що ми бачимо в обміркованні громадській думки. Некількі роки тому, 34 роки тому, було велище популярне обміркованні, що ось коли Макей буде новим президентом, то все буде щастливі. Умовно, короче, макаю, 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 румас і т.д. Коли ми зараз проводимо неку соціологію, ми бачимо, що держслужбовці, ці були держслужбовці, були прем'єр-міністрів і т.д., яны непопулярні, т.к. Ми бачимо, що на дзеному етапі це може змінитися у будучні, але на дзеному етапі громадство вельми спокійно ставиться на таких людей т.к. Зараз само громадство генерує з великою калюкостю, з великою куткостю нових лідерів, які зверюються в усіх сферах, і гэтай лідері задовольняють громадство. Кажуч, і ми не бачимо, як були чиновники, що з тим були суперпопулярні дзені ситуації, і більш за те, що кризи буде більш долга протягуватися, тим меншу і буде якраз такі макчымацію далі стати популярніми політичніми фігурами. Калі ми кажемо, що робіць у вогулі з дзяржу апарату, але треба розуміць, що в їм працює нікалькі сотні тисяч чоловік. І, зразуміло, тут треба вельми апуратно севі поводзіць. Кападе, янцена рада вагатиму на керунку зробіла документ, яка називається «Концепція». Приміряні якраз такі, яка я описыває махчиму варіант розвиті апарату. Що вельми важна, як ми все-таки шлі ў бок приміряні нікава, а не судов, люстрацій і гэтак дарей. Тобок, безумовно, треба буде вельми пільно дістаїць до усіх випадків гвалту, які масово зараз відбуваюць в Безарусі. Але ми повинні заразуміць, що треба до гэтап доходць вельми асті розуміць. Дякую, Дякую, Антон. Дякую, Вадим. Коли ти нам забралися, тадай поспіху тобі. Дякую великі, дякую. Дякую, Антон. Дякую, про які ми говорили. Наверно, тоді, після долгій паузи знову вернёмся до нашого порядку і вернёмся до Кані Козлової. І вернёмся до нашого вопросу про те, які главні вызови будуть для этой нової Беларусі, яким жестоким ветром буде подвергаться наш биологічний організм. Я в цьому порядок получилася таким образом, тому що я на самом деле хотіла ответити Ярославу, що не вижу здесь никакого противопоставлення його позиції і мої позиції. Я в данном случае, як і Антон, абсолютно согласна со всіми вызовами, які ми видим, со всіми проблемами, які можна обозначить, але я доволі оптимістично смотрю на те зміния, які відбували. Я абсолютно согласна з тим, що система требує не тільки елементів, але й взаємосвязи. Я абсолютно согласна з тим, що ситуація, в якій експерти і актори никак не коммуніціюють, вона патова, вона непродуктивна. Возуміться, експерти, особенно, якщо є многолетні експертні наработки і актори, які сейчас щось роблять і внедряють якісь зміни, вони вони непрерівно коммуніціювати. Другое те, що в мене, наприклад, немає інформації, що такої коммунікації не відбувається. Наоборот, я вижу доволі багато коммунікації в цій області, і, звісно, її завжди можна зробити ще більш ефективною, завжди можна включити розговор якісь експертів, які забыли звати з самого початку, але це переважає нас к першому блоку, який ми обсуждали, і те, що я подчеркивала, одна з важних базових проблем і, відповідно, одна з важних базових змінень, які відбували, це змінення коммунікації, змінення режиму коммунікації, змінення качества і зв'язанності коммунікації, яка відбувається в Білорусі. Ми відчасти, зв'язані цим розвитком інтернет-технології, появлению мессенджерів, внедрению всіх дворових чатів, ну і просто чатів. Отчасти ми відбували цим розвитком за последні годи независимих СМІ, які фантастично і в період пандемії, в період політичного кризиса, підхватили пов'язку і підтримують її на дуже, мені кажучи, неплохому рівні. Причем, це СМІ не тільки наші, внутри белорусські, це і якісь соседські, я читаю прекрасний литовський телеграм-канал на английському, в яким ребята сидять і дотошно собирають всю інформацію, відбуваються з Білорусі, переводять її на английський. Це такі источники, які я готова рекомендувати кожному. І це, конечно, качественный скачок. Ну, відповідно, в рішенні любих проблем і зв'язки між експертніми акторами точно також важливо, щоб продовжалась і продовжалась, не останавливалась, а тільки розвивалась коммунікація. Із тех вызовів, які я підтримую як саме главні і критичні, це, конечно, то разобщення, яке существує. Зараз у нас є некоторая єдина цель. Це цель дуже понятна, универсальна. В її основі лежить гуманізм, гуманістичні представлення. Насилие в отноші людей, граждан країни не должно происходить. Терроризм недопустим. Те, що зараз відбувається, це є терроризм. І те, що об'єдінило всіх, і те, що позволило цим выборам, цьому політичному кризису стати качественно іным, не таким, як все сроки і выбори, це те, що з фокуса «давайте проголосуємо вже другого кандидата», внимание смістилось на такі практики недопустимо і неприменимо. Уже не важливо, хто кандидат, хто буде президентом, важливо, що текуще положення абсолютно недопустимо, антигуманно, проти всіх человеческих правил. Соответственно, коли це цель, обща цель создання гуманного сообщества, гуманной страни, прекращення террора і насилия, коли она смениться, коли она исчезнет, розпадеться на якісь більші практичні задачи, то здесь може возникнути і раскол середі акторів, які зараз непосредственно вовлечені в ці процеси. Що робити с условними тридцатью процентами людей, які не підтримують изменения? Мне кажется, що единственним решением этой і многих других проблем, оно буде долгим, як і всі сложні задачі, ця задача буде решатися дуже довго. Базовою цінностью в новому сообществі, в новій Беларусі, має бути складні можна бути складні. Тобто, що ми способні приймати відміння другого чоловіка відміння відміння, це має бути базовою цінністью. Є один епізод, який мені лично дуже запомнился з одного із дворових чатів. Коли туди прийшов милиціонер і написав, «Да, я голосував за Лукашенко, тепер ви можете мене вигнати, порицати, що угодно». І люди в чаті ответили йому, «А почему, собственно, ми должны це робити? Просто на основі того, що ти голосував за другого кандидата? Ну, якби, нет, голосував отлично. До сих пор, пока ти ведеш себя по-человечески, пока твоі базові цінності гуманістичні совпадають з нашими гуманістичними, пока ти не ведеш себя агресивно, не нарушаєш закон, нам окей, в тому, що у тебе другое мнення. І я опять переведу биологічну аналогію. Це може працювати тільки як колективний імунітет. Коли у всіх в сообществі є імунітет, коли всем в сообществі окей, що у других може бути другое мнення, отлично. Тільки тоді це може працювати. Ще раз, сложність в сообществі має бути базовою цінностію. Для мене… Я вважаю це як единственну стратегію, в якій може справитися з цією проблемою, з цим вызовом. Действічно, спасибо. Це важна частина, такий… Інтересно, якщо це розповідно відповідно з цією проблемою білорусської толерантності, чи це скорее миф, і це щось нове, зародившеся? І це може бути просто нове її воплощення в прив'язку к актуальнім політичним событиям? Дивіться? Слухай, це дуже хороший вопрос. Менігається, що білорусська толерантності, она, скоріше, другое. Она про таке мягке, ненасильственне сопротивлення. Ну, це то, як я всегда її понимала, і для мене она всегда була зв'язана именно с цим, с ненасильственним сопротивлением. І для мене на самом деле дуже важна історія про це лето – це мирні протестки. я говорила про це на «Тедексе» в Кракові. Я говорила о том, що Білорусь наконец получила какую-то самоидентификацію, в якій она не просто може, а должна гордиться, і которая може служити примером для абсолютно всього мира. Вот ці мирні ненасильственні протестки. І именно тому, що їх об'єдиняє отсутствие агрессії, об'єдиняє не какой-то конкретний політичний лозунг, а об'єдиняє об'єдна цінності гуманізма, террор і насилие в отноші людей недопустимо. І то, що Білорусське сообщество так довго і так мягко не піддається ні на які провокации, ні на які призиви к насилию. Для мене... Ну, це вперві я настільки горжусь принадлежністью к цьому народу. Мені кажется, що це дуже важна історія. І я дуже надеюсь, що це действительно базовая какая-то базовая нова ідеологія, на которой мы всі зможем себя соотнести. Да, і в частності, вона, конечно, сформувана текущими политическими событиями. Ну, да. Знаєш, я напомнила, как ще в начале того, що у нас происходило, как говорил один мій армянський друг, естественно, сравнивая ситуацію с армянськими протестами, коли власть проживала Пашинян, він говорил, що це були до нього такі редкі два місяці такого чистого і беспримісного гордості за принадлежність армянської нації. Ну, конечно, в этой фразі зашито, в том числе, такое, несколько сомнений, що очевидно, коли два місяці закінчились, наверное, да, с гордостью стали, в том числе, и проблеми, потому что, да, совершенно верно, я согласен, когда такая глобальная задача начинает конкретно воплощаться, всегда возникают, возникают детали, которые чуть-чуть разрушают такое единство. Мне кажется, это как раз хороший повод, чтобы переходить к нашему третьему вопросу и обсудить те, может быть, неочевидные изменения в обществе и в госуправлении, на которые важно обратить внимание, чтобы это новое, лучшее будущее обеспечить. Андрей как раз говорил, да, про многие системы, которые у нас работают. И, да, тут, с одной стороны, нельзя не согласиться, что горячая вода подаётся, всё ещё там, да, дворники всё ещё подметают дороги. С другой стороны, всегда, мне кажется, такой повод, ну, как, хорошо, что это работает, хотя, в принципе, да, гордиться особенно нечем. Ну, хорошо, что работает, а хорошо, что чистый. Спасибо, что не грязно. Так вот, может быть, какие-то такие, действительно, вещи, связанные с отдельными сферами, как кажется, на которые важно обратить больше внимания, чтобы, действительно, какие-то, не знаю, может быть, ключевые реформы или какие-то ключевые, какие-то дополнения об этой, которые нужны? Андрей? Вот это сложный, сформулированный вопрос, потому что, когда мы говорим про какие-то неочевидные какие-то факторы, то, ну, если мы про них можем говорить, то они, как бы, становятся очевидными, а говорить про неочевидное крайне тяжело. Ну, может быть, то, что очевидно, кажется, там, с этой перспективы, может быть, а, может быть, другие про это, может быть, не так часто говорят? Ну... Развинённые, да? Наверное, мы мало говорим сегодня про то, что, в общем-то, во-первых, сами изменения, которые происходят, они не обладают автоматическим свойством необратимости, да? то есть, если мы даже предполагаем то, что, как... то есть, то, что революция побеждает, там, мы переходим, то есть, вот этот политический режим прекращает своё существование, как бы, это не значит, что мы, например, избавляемся от опасности нового популизма в Беларуси, что, в общем-то, вполне ясный там следующий вызов, что, как бы, следующие выборы могут привести к власти, как бы, столь же популистскую фигуру, как, как бы, и сегодня, которая находится в власти. И вот... и при этом, ну, там есть, никакие институциональные механизмы, по большому счёту, нас не смогут спасти, как бы, от этой новой авторитаризации, которая может наступить. И вот тоже, чем хуже будет экономическое положение в момент проведения новых выборов, тем больше рисков того, что популисты смогут снова прийти к власти в Беларуси. Поэтому, хорошо бы нам либо побыстрее победить, как бы, либо немножечко затянуть переходный период, да, то есть, когда в этот переходный период осуществляется, как бы, не только подготовка к, как бы, новым выборам, как бы, новой конституции, но и осуществляется такая стабилизация, как бы, ситуации в стране, где люди приобретают больше позитивной веры в отношении будущего. И тогда они, как бы, склонны голосовать, ну, наверное, за, как бы, более рациональных людей, рациональных кандидатов с рациональными программами, а менее, как бы, склонны голосовать за всякое, такие, импульсивно возникающие у них порывы. это, наверное, одна такая вещь, которую мы мало обсуждаем сегодня, а вторая вещь, это, которая появляется время от времени в обсуждениях, но только последнее время, это все-таки, а что же делать с людьми, которые не разделяют корпус демократических ценностей, за которые сегодня выступают люди, которые считают, что и нынешняя система вполне себе хорошая, при этом идет углубление раскола между разными частями белорусского общества, просто потому что затяжной политический кризис вызывает, ну, такое расхождение этих разных групп по, ну, в диаметрально противоположные стороны, то есть их настроение радикализируется, и чем, чем более поздними будут изменения, тем более, более радикальными будут противоречия между ними. и вот этот процесс взаимного договаривания, диалога между обществом Беларуси, разными его частями, он станет проблемой. Ну, и еще как бы один фактор, это сопротивление трансформациям, то есть, насколько мы можем посмотреть в историю реформ и Восточной Европы, и наших ближайших соседей, например, Украина, Армения, которая совершенно недавно пережила революцию, мы все видим, что, как бы, есть значительная часть сопротивления существующих структур, людей, их представлений, тем изменениям, которые предполагаются в, там, новом демократическом устройстве этой страны, и, там, в, как бы, новой организации экономики, в новой организации институтов, и так далее. И вот эти факторы сопротивления, как бы, нам нужно понимать, и, в общем, как бы, достаточно ясно, как бы, оценивать те сложности, с которыми мы сталкиваемся, то есть, потому что, ну, то есть, можно романтически, конечно, представлять, что сегодня возрождающееся сообщество в Беларуси станут опорой местного самоуправления, но все, кто реально работает с ними, как бы, сейчас, как бы, они понимают, что вот их современное состояние, это еще довольно, там, долгий путь от того, что есть сегодня на уровне самоорганизации до реального местного самоуправления. И люди на локальных территориях, вот если мы берем вот эти constituencies, на которых формируются только эти разрозненные сообщества, то, в принципе, они, как бы, не очень сегодня способны обладать достаточными компетенциями, чтобы вот взять эту власть на местном уровне, как бы, и распорядиться ею, как бы, грамотно на сегодняшний момент. Вы просто подумайте, как бы, что вот просто сегодня на том уровне, который, как бы, есть, мы отдаем полноту местной власти, ну, в каком-нибудь белорусском городе, ну, там, не знаю, в Житковичах, например. И вот Житковичи с завтрашнего дня полностью самоуправляемый город, с собственным бюджетом, как бы, поддержкой коммунального хозяйства, как бы, с управлением, там, местным образованием, как бы, и медициной. Это довольно радикальное, как бы, изменение, к которому ни структуру управления существующие, ни сами люди, ни их уровень самоорганизации, ни их уровень компетенции не готовы. Поэтому вот к этим вещам нужно подходить крайне осторожно и учитывать эти факторы сопротивления существующей системы и представления людей их компетентности. Да, спасибо, Андрей. Действительно, мне кажется, важные, важные риски, тоже, да, риск вот этого нового популизма, с которым сейчас сталкиваются очень многие, да, страны в мире, в том числе страны, которые считались об этом устойчивыми демократией, обнаруживающими, что даже у них нет перед этим иммунитета. Вот, хотя, наверное, знаешь, по поводу, да, местных сообществ и компетенций, мне кажется, тут еще иногда полезно посмотреть с точки зрения того, что, да, у этих новых местных сообществ, наверное, есть такие вопросы и с опытом, и с компетенциями к этому управлению, наверное, ключевое, это с чем мы сравниваем. Потому что, да, если сравнить с, например, с компетенциями, условно, этих там местных вертикальщиков, например, там, в том числе, тех же вертикальщиков, тех же жидковичей, да, простят нас жидковичи, так как мы и склоняем. Ну, мне, честно говоря, не очевидно, что, что обладает, если мы, к примеру, сравним, да, местные чаты с местными там советами, может быть, у всех не столь высокие компетенции, а вот у кого они хуже. И вот у кого они хуже, на самом деле, иногда мне местами не очевидно, у кого они еще хуже. Но это, конечно, когда дискуссионная речь, но, безусловно, вызов. Ярослав, как не знаю, какие тебе, кажется, нужны сейчас или нужны будут, скорее даже, в будущем? Какие-то действительно такие недооцененные вещи, о которых, может быть, сейчас мало говорят, может быть, какие-то вещи, да, не связанные с глобальной политической реформой, не связанные с реформой, не знаю, очень честной суды и реформой силовиков, а какие-то вещи, которые, да, может быть, немногие обращают внимание, но они будут важны, и если с этим не справятся, то это будет угрозой. Спасибо, что уточнил вопрос, Вадим, потому что я, когда я его прочитал первый раз, я как Андрей подумал, что же там такое скрытое? Путин болен или что там было? Какой неочевидный фактор? Я думаю, что самый важный, неочевидный фактор, который становится постепенно более очевидным, но, по-моему, слишком поздно, это потенциал саботажа. Объясню. У меня множество, естественно, друзей являются активными и публичными лидерами процесса перехода к Новой Беларуси, и практически все они, да и там более публичные фигуры, которые мы можем, которые у всех на слуху, Максим Знак, там, ребята, которые занимаются КАТОСами, там, адвокаты политзаключенных, практически все они, выбирая между методами работы для приближения к Новой Беларуси и соглашаясь в том, что неправильно называть нынешний политический режим властью, то есть это нелегитимные захватчики и самозванцы, все они все равно не могут себе позволить, чаще всего, саботировать запреты и разрешения. Во многих сферах и на многих примерах видно, как это происходит или происходило. Для меня таким красивым иллюстративным примером была лекция во дворе, по-моему, Владимира Маскевича, да, не по-моему, а точно во дворе была лекция, и люди собрались, и они вот все это слушают, совершенно, естественно, не готовы ни к теме там местного самоуправления, ни к чему, они просто жаждут услышать, а как можно перейти к этой Новой Беларуси, и вот когда там послушали оратора, они говорят, ну, а как мы это можем сделать, это же, ну, нам не разрешают, запрещено. Типа, немцы партизан тоже запрещали. Я не предлагаю переходить к насильственным каким-то способам сопротивления, но ответ, который там всю эту толпу будораживает, а кто вам разрешил сюда приходить, вот, слушать вечером на улице? Кто разрешил? Никто не разрешил. Но вы все равно пришли, вы саботируете запресс. И белорусы, мы все вместе еще не научились саботировать одуманные запреты. Какие-то вещи, конечно, уже там в прошлом, все ходят на марши, это большое действительно достижение. Но есть еще масса-масса запретов и культурных, как-то, культурных табулукашизма, которые белорусы все еще не распознают и поэтому не могут переступить. Вот это, по-моему, неочевидная вещь. А вторая вещь, которая перестала быть очевидной, как бы ее нельзя недооценивать, это вспомните начало 20-го года, да и весь 19-й. Любая тема вызывает желание сторонников и противников убить друг друга. Грета Тунберг. Окей, делимся на две команды, одни убивают других. Что угодно другое. То есть эта культура договаривания и уважения, про которую говорит Анна, она только появляется. Но я боюсь поверить в то, что она сформировалась окончательно за полгода и этого больше никогда не повторится. Это самое-самое начало. Я вспоминаю ситуацию, когда в сквере незаконно пытался, исполком дал незаконное разрешение на строительство костела, и это разорвало общество пополам, потому что одни говорили, это про экологию, другие говорили, это про Бога, а те, кто говорил, это вообще про верховенство права, ну их вообще били все. Белорусам не до этой культуры было, не до верховенства права. Они по вот этим ценностным маячкам ориентировались тогда, и я очень надеюсь, что научатся ориентироваться еще и по другим ценностным маячкам, типа верховенства права. Теперь, теперь у нас для этого есть повод. Но неочевидным является то, что нельзя это недооценивать. Маячки пока что еще расставлены в других местах. Ну и последняя вещь, которая многим очевидна, многим неочевидна, это что после революции успешных, я считаю, у нас революция, мало того, я считаю, может быть, это не очевидно, я считаю, что у нас белорусская буржуазная революция, именно вот классическая, каноническая буржуазная, которая в Европе там в начале нового времени прокатилась, всегда случается откат. Это не просто про то, что нам делать с теми, кто не согласен. Тут как бы нечем, по-моему, спорить, с коллегами я абсолютно солидарен. Какой-нибудь, не знаю, господин Автушка-Сикорский сказал бы сейчас, теория транзита, соответственно, отката уже устарела, теория, может, устарела. На практике я думаю, что даже если мы победим, я в это очень хочу верить и инвестировать, время, силы, деньги и так далее, даже в этом случае нет у нас гарантии отсутствия отката, и к нему надо готовиться, если не сейчас, то завтра. Спасибо. Спасибо. Сказал про откат, я сразу себе представил какую-то, значит, такую реставрацию бурбонов, что-то вот этой лексикой. Ну да, действительно, наверное, в целом, какие-то не было достижения в жизни, когда мы говорим, что чего-то мы достигли и закрепили, но понятно, в таких вещах, наверное, нет несгараемых сумм, мы всегда есть риски, что-то потерять. Только вот, Рослав, наверное, хотел бы еще остановиться, сказал очень, понравился интересный термин про культурное табу лукашизма. А можешь привести какие-то, какие-то, кажется, самые важные примеры, какие есть из этих культурных табу? Потому что мы проговорили как раз примеры, которые люди еще преодолели, ну там, выходить на улицу, проводить то, что милиция у нас была бы незаконна на массовом мероприятии. А какие культурные табу лукашизма для нас остаются актуальными, и тебе кажется, общество еще только должно их преодолеть? Слушай, надо подумать, я думаю, что это может быть интересный квест для всех сейчас участвующих в этом. Я вот вчера ходил в паспортный стол и наблюдал классическую, привычную, анекдотичную коммуникацию между очередью и сотрудницами паспортного стола. И культурным табу является потребовать, чтобы работа органа государственного была более эффективной. Люди будут жаловаться, что у них там дети в детском садике. Никто не возьмет на себя труд предложить, а еще хорошо бы и настоять на том, что это было бы реализовано, иную форму работы института, хотя бы на один вечер. Ну, а дальше это во всем. Люди, пока что мы все вместе, не имеем вот этого вот ownership по-английски, чувства собственности по отношению к государственным институтам, которые принадлежат нам и оплачиваются нами, и, соответственно, мы можем ими пользоваться как своим. Конечно, там, культура, обсуждая между собой, как лучше проводить ту или иную оптимизацию. И эти культурные табу лукашизма, они не только, ну, это не только про лукашизм, конечно, они везде, они пронизывают весь наш быт-культуру, взгляд на милиционера, взгляд на политика. Обрати внимание, я вот три года назад исследовал вопрос, какие ругательные слова были в Беларуси. Сейчас все меньше, как бы на них это клеймо остается, но лидер было ругательным словом. Политик было полуругательным словом. Это тоже про культурный табу лукашизм. Сейчас мы говорим, нам нужны лидеры, причем много, не один, много лидеров. Нам нужно лидерство, нам нужны политики, настоящие, не администраторы, а политики. Нам нужны настоящие мэры, а не главы исполкомов. Но мы все, ну, как бы, сильно, вся система табуирована, ее все надо будет пересматривать. Долгий ответ получился, простите. Нет, по-моему, получился очень интересный ответ. Я подумал, вот по поводу этого ownership госорганам, действительно, хотя с одной стороны я вот там, понимая, понимая, да, что там существуют мои налоги, казалось бы, этот вопрос для меня решен, но да, я тоже никакого ownership, конечно, не ощущаю, как минимум потому, что очень как-то не хочется ощущать ownership чем-то столь неприятным и проблемным. Я знаю, какой мой ownership и обычно то, где у меня ownership, там все значительно лучше устроено, чем в госорганах и как бы находить с ними некое единство весьма сомнительное. Ну, и, наверное, легче всего это привести на примере, да, там, правоорганизмных органов, которые, даже странно так называть, очень сложно вот как-то проникнуться и ощутить, что, значит, эти люди на улицах, они как бы защищают мою безопасность, потому что они делают местами прямо противоположное, конечно. Мне кажется, это время идет, действительно, можно в том числе прийти и к вопросам, и к комментариям от наших других участников, или, может быть, кто-то, да, еще из наших сегодня основных спикеров хотел бы что-то добавить по поводу вот этих культурных табу, может быть, в процессе, да, ответа Ярослава возникли, у Андрея, у Анны какие-то идеи, что хотелось бы добавить. Я хотела сказать, что, собственно, новые культурные практики, которые появились, они как раз очень хорошо работают с этим чувством собственности. То, что люди выходят и буквально помечают территорию города как свою, рисуют очень красивый стрит-арт, там повязывают ленточки, шарики, выходят во дворы, это и есть вот это ownership. То есть территория, которая принадлежит мне, больше не заканчивается на двери моей квартиры. Двор — это тоже мое, город — это тоже мое. Прийти, устроить чайпитие в парке вокруг статуи, статуи Змея Горыныча — это тоже мое пространство. И все стали, конечно, гораздо больше внимания уделять тому, что с этим пространством не так. Те проблемы, которыми должны заниматься коммунальные службы, которые бесконечно совершенно висят и не решаются и так далее. И мне кажется, что это очень хорошее и правильное направление. А если говорить вообще про неочевидные и очевидные какие-то факторы, здесь, мне кажется, еще важно еще добавить, что очевидные не менее важно и нужно обсуждать. Потому что любые очевидные вещи очень быстро перестают называться и очень быстро уходят из поля общего внимания. Они превращаются в некоторое умолчание, а умолчание у всех разное. Не бывает общих умолчаний. И все очевидные вещи очень важно постоянно напоминать и повторять. Один из примеров такой очевидной вещи, которая абсолютно искажена в официальном информационном каком-то канале коммуникаций, это то, что власть не равна государству. Вся риторика официальная, она сводится к тому, что действия людей, выходящих на марши, действия каких-то новых этих инициатив, они антигосударственны. Это не так. Они стоят в оппозиции, в антагонизме действующей власти, но власть ни в какой момент времени не равняется государству. И, наверное, еще одна очевидная вещь, которую тоже очень важно не замалчивать и повторять постоянно, что недостаточно разрушить старые институты. Очень важно, чтобы на их месте возникали новые. У нас сейчас серьезный, очень сильный правовой дефолт, который, мне кажется, критичнее даже, чем экономический дефолт. И, конечно, недостаточно разрушить вот эту старую систему правоохранительных органов, судебных органов, в которые они справляются в своей работе, очень важно параллельно постоянно выстраивать работающую систему. Из неочевидного, наверное, я хотела бы еще добавить, что молодое белорусское общество, конечно, только-только приходит под копей идеи мирной дискуссии и принятия других точек зрения. И, мне кажется, еще не до конца осознала, что социальное гражданское общество это не игра с нулевой суммой, что невозможно создать условия, которые будут хороши для всех, но так не бывает, это невозможно. И это нормально. И это не игра с нулевой суммой в том смысле, что из-за того, что у кого-то немножко там меньше возможностей для реализации того, чего он хотел бы, это не означает, что у него отняли столько же, сколько добавили в правах его оппоненту. Это всегда не так. Всегда у всех немножко компромисс, всем немножко, всех немножко что-то не устраивает, но общая сумма всегда больше единиц. И это единственный способ, которым можно добиться какого-то баланса. Невозможно полностью удовлетворить запросы какой-либо одной группы, и очень важно, что никакую группу нельзя ущемлять в правах сильнее, чем все остальные. Потому что, как мы прекрасно видим, например, 20 века, самые ущемленные в правах группы внезапно оказались белые мужчины. И тоже ни к чему хорошему не привело, потому что неважно, сколько реально прав, возможностей, если какие-то группы людей выпадают из поля обсуждения и выпадают из поля дискуссии о правах, они немедленно начинают чувствовать себя ущемленной группой. Создание какой-то ни было ущемленной группы и в наших интересах. Да, спасибо. Хотя вроде гендерные вопросы, казалось бы, вроде сегодня не были нашей темой, но да, я подтверждаю. Каждый раз, когда мне звонят и спрашивают, что нужен эксперт, вот, Вадим, как ты, только женщина, я каждый раз несу. Чувствую, что тут несколько в этом фразе, что что-то пошло неправильно. Хорошо. Спасибо. Давай тогда действительно переходить. Есть ли у нас от участников какие-то, те, кто хотели бы задать свои вопросы или прокомментировать? Я вижу, что и вот Кирилл Горофф, когда я писал вопрос в чат, тогда Антон что-то ответил, но, может, Кирилл, у тебя еще есть какие-то какие-то вопросы, что ты хотел бы спросить? Или это вижу, что в чате тоже активно следует дискуссия по возрасту. Давайте подумаем, у кого сейчас есть вопросы или комментарии, связанные как раз в первую очередь с тем, что мы уже обсуждаем. Ну, я вот вижу две руки, давайте Лена Андерсон, пожалуйста. О, great, Лена. Да, я буду говорить на английском. Медленно, чтобы меня смогли перевести. Я и коллега Вадима. Мы работаем вместе в Швейцовом институте вопросов гражданского общества и устойчивого управления. Мы недавно провели встречу с Швейцовским институтом на прошлой неделе. Одна из тем, которую мы обсуждали, была посвящена Беларуси, потому что вы знаете, что есть запрет, бойкот, санкции, которые ввела швейцовское правительство. И дело в том, что мы должны решить, как работать с гражданским обществом. Но мы не можем работать с госслужащими государственными организациями, если, конечно, мы не можем найти, привлечь финансирование. Например, если мы хотим работать с новым муниципалитетом или представителями научных кругов или проектом по развитию и консультативными проектами, мы начинаем новый тип проектов. То есть мы должны сами найти финансирование, чтобы привезти людей в Швецию. Я хотел здесь спросить о вашем вкладе, потому что мы получили информацию только сегодня, что хотят увеличить финансирование для поддержки взаимодействия в Балтийском регионе. И у нас регион, Беларусь здесь, один из потенциальных кандидатов на раме с Польшей и Литвой. И во всех университетах мы думаем, как можно провести небольшой проект. И я согласна с тем, что сказала Анна. Это не только расходится к тому, что делать, но важно также, как это делать. Нужно провести процесс консультации инклюзивной, который намного важнее, чем то, к чему он приведет, потому что это очень часто сводится к доверию. Вот у Вадима есть контактная информация. У нас есть возможности, мы хотим помочь, но мы хотим делать это правильно. Ну, это так, был вопрос с моей стороны. Спасибо. Большое спасибо, Лена. И говоря сейчас о промо-шведском институте, о котором сказала Лена. И в целом, мы, безусловно, сейчас видим такую волну международного внимания, которая, наверное, тоже такая беспрецедентная для новейшей истории Беларуси. Наверное, да, важно подумать о том, как мы можем, в какие действия мы можем сейчас конгрессировать эту волну международного внимания, которые были бы действительно полезны для каких-то успешных трансформаций для будущей Беларуси. Потому что, очевидно, сейчас мы видим внимание часто очень по-разному конверсируется в разные вещи. Поэтому, в принципе, наверное, да, мне кажется, для всех своих спикеров хороший вопрос, как вы видите, каким было бы сейчас самое полезное это международное внимание, сотрудничество, каким образом лучше всего с этим взаимодействовать. А тогда Анна, Ярослав, Андрей, кто готов прокомментировать в какой-то смысле? Мы с Андреем много лет эту тему обсуждаем, причем в разных ситуациях витка спирали международной помощи для Беларуси. Поэтому, если никто не против, я бы начал, а потом можно будет еще одно поругать то, что я сказал. Международная помощь, которая реализуется в Беларуси, постоянно вызывает критику, как бы она ни была устроена, со стороны разных структур, в том числе структур третьего сектора, я сейчас разделяю третий сектор гражданской общины. Критика строится, во-первых, на том, что сама эта помощь, в том числе шведская, устроена по синусоиде. То шведы шире, международные имплементоры, поддерживают развитие инфраструктуры и очень сильно сотрудничают с белорусским политическим режимом и идут на поводу режима, когда режим, со словами режим, хорошо бы еще гражданское общество и свободу слова поддержать и права человека. И тут же режим говорит, конечно, у нас же все есть, смотрите, за углом лучшие люди города, вот им дайте деньги и они поддержат нам свободу слова гражданское общество. И международные имплементоры идут осознанно, прекрасно понимая, что это подставные люди, идут на поводу и реализуют дальше свои технические большие проекты с небольшим таким вишенкой на торте в виде поддержки гражданского общества, ЕГУ, чего бы там ни было еще. Вторая крайность, яркий пример был после 10-го года, я думаю, у нас сейчас будет, я прям написал даже об этом эссе еще в конце августа. Вторая крайность, это когда в Беларуси встречается обострение политическое, как было в 10-м году, и тогда после некоторой паузы, потому что политики в отношении Беларуси или там видения даже в отношении Беларуси у западных партнеров обычно нету, случается шок, потом случается волна выражения глубокой беспокойности, потом случаются деньги. Всегда по одной и той же схеме. Мы замораживаем сотрудничество с госами, в смысле с государственным сектором, давайте НГО и политические партии мы дадем денег вам. Причем эти деньги самое худшее в этой ситуации то, что они даются безусловно. Типа они плохие, вы хорошие. Под эту марку как бы никто не обращает внимания обычно на то, что институты именно гражданского общества уже уничтожены или там находятся в упадническом состоянии, хотя НГО есть целое большое количество. И эти деньги оприходуются есть в русском языке такое слово осваивается методами командной экономики. Сказано выделить 20 миллионов, выделяем 20 миллионов, давайте распихаем быстренько куда там это можно распихать. И есть второй неочевидный аспект этой проблемы шведские партнеры, организации шведские, которые работают в регионе Восточной Европы и Восточного партнерства, в том числе в Беларуси, имеют еще одну флуктуацию, ну как бы по синусонии. Они поведут себя лучше всех, лучше всех других возможных доноров, предоставляя, скажем так, менторскую поддержку белорусским независимым акторам в выработке их собственной стратегии, не навязывая свое мнение о том, какие цели должны быть у этой стратегии и какие методы, лишь помогая определить логичность этих путей, запланировать какие-то там страховочные механизмы на случай их риска, то скатываются в полную противоположность к худшим практикам, так делают все новошведские организации тоже, и начинают выносить оценочные суждения, а потом еще и прямо диктовать независимым организациям, консорциумам, акторам, как должна выглядеть их стратегия, исходя из позиций функционеров тех организаций, которые распоряжаются деньгами. И это вообще не про гражданское общество, вообще не трансформацию, это про освоение бюджета. Поэтому тема международной помощи очень-очень тонкая, навредить здесь можно намного больше, чем помочь. Я очень рад тому, что все изменения, которые произошли за последние три месяца в Беларуси, с большего, я знаю, что там были всякие вкрапления, но с большего произошли благодаря тому, что беларусы непосредственно, самостоятельно вливали в это свой труд, свое время и свои деньги, и что здесь не было существенной интервенции со стороны международных имплементов, это очень ценно, это воспитывает то самое чувство ownership, и это самое главное, вот то, про что я хотел поговорить, она задала мне вопрос, это помогает построить доверие между гражданами Беларуси и нормально относиться к вопросам политика, лидерства и другим таким темам, вместо того, чтобы плеймить, как навешивать ярлыки и там подозревать в каждом втором либо КГБиста, либо грандососа, либо успешного совмещающего агента. Слушай, Ярослав, у тебя есть какие-то поинты о том, как сделать хорошо, потому что я получал много проблем, я согласен, что эти проблемы бывают, у тебя есть какие-то идеи о том, что соответственно создать какие-то очевидные мысли, как ее исправить, как сделать так, чтобы это было эффективно? Есть у меня ответ только с ретроспективой в прошлое, я имею в виду возвратное наклонение, как было бы хорошо это сделать в 10-м году, в 15-м и в 20-м и в 20-м. Как это сделать сейчас, когда поле так сильно изменилось, я готов думать над ответом, я даже готов придумать ответ, желательно делать это не в одиночку, но готового ответа у меня нет. С точки зрения метода да, с точки зрения готового решения нет. Ярослав, спасибо. Хорошо, тогда есть ли у Андрея, у Анны какие-то еще комментарии по этому вопросу или тогда будем переходить куда-то дальше? Пока нету, так-то да. Я бы тогда зачитал из чата питание Александра Гелогаева, оно было такое о слегка более неприятном о слегка более неприятных вещах, о чем мы говорили, но вот «Калини силовый протест то, что окромя экономичного краха усей краины примусит структуры, у яких пануе культ голой силы и амаль криминальницкая психология, по делу у сих на элиту и фраеров, яких можно бить, болтовать и рыбовать и расти на больше моральный бок». саботаж «Калининг» Так, он попросил одно слово саботаж, не уверен, что Александр считает о доставочном ответе на вопрос, я решил расширить эту мысль, о какой саботаж. Есть ли у кого-то готовность на это ответить, потому что вопрос действительно важный, глобальный, тем образом можно трансформировать мирный протест в такую победу, если у кого-то идей. Нет, пока вижу так, Виталий Стеренко, по-моему, поднимает руку, да, тогда, Виталий, можно включать микрофон и… То есть мне скурить, Нет, сейчас говори, Виталий Стеренко, так пока… Виталий Стеренко Галина Кожевского вообще довольно по-разному. Так, Виталий, что-то с микрофоном кажется, потому что пока мы не слышим, Виталия. Да, не слышно. Виталий, может, что можно чекнуться с микрофоном? Так, Андрей Егоров говорит, что мы будем находить, Андрей, да, тоже спасибо за участие, за участие. Так, ну что, Виталий Лоси справится что-то с микрофоном. Слышно меня? Сейчас. О, да, сейчас. Слышно. Значит, я являюсь проектором Минского инновационного университета, чтобы так представиться. Значит, по поводу вопросов, которые звучали до этого, хотел бы немножко тоже прокомментировать и посмотреть на проблематику немножко со стороны кейса Украины, который был вот в 2013-2014 годах. Посмотреть со стороны такой проблематики, как наличие коррупционных проявлений в экономике Республики Беларусь. Дело в том, что на сегодняшний день, если брать коррупцию, все понимают ее только с точки зрения каких-то взяток и откатов. Но если брать глобально в плане, коррупция – это не исполнение должностными лицами своих функциональных обязанностей за счет из корыстных или иной личной заинтересованности. Так вот, если брать Украину на сегодняшний день, то брать на тот момент, то почему возник этот Майдан? Потому что Майдан возник из-за того, что народ триггером майданных настроений было то, что не подписали соглашение в ассоциации с ЕС, но внутренняя, скажем так, протеста или, скажем так, внутреннее раздражение населения было действиями Яковлевича и действиями госаппарата и силового аппарата, которые обоснованно считали коррупционным. для борьбы с коррупцией всегда используются три основных блока. Это силовая зачистка, антикоррупционная экспертиза и, соответственно, рост общественного контроля. Так вот, если брать на сегодняшний день белорусское общество, то у нас сразу же, если вы обратите внимание, после Майдана 2014 года в Беларуси в 2014 году начались массовые зачистки бизнесменов. Если брать по хронологии, ну, чистили и за коррупцию садили очень много людей. То есть, фактически, государство пыталось таким образом сделать прививку обществу, чтобы у нас не возникло тех предпосылок, которые были в свое время в Украине. Второй момент, значит, чем отличается белорусская ситуация от украинской? Она, значит, отличается тем, что в Украине силовой блок, он был массово коррумпирован больше, чем сейчас в Республике Беларусь. На сегодняшний силовой блок Беларуси, он является достаточно чистым от коррупции. И он, по сути дела, один из немногих институтов, которые выполняют сейчас свои функции по защите, то есть прямые функции. Хорошо выполняет, плохо, это уже другой вопрос. Но фактически он является заградотрядом, который не позволяет системе госуправления развалиться. Так вот, государственное, что у нас явилось с триггером? Триггером явился, в принципе, август, когда до этого момента население, в принципе, не придавало общественному контролю каких-то, значит, какого-то внимания. такой яркий пример общественного контроля был только ситуация с аккумуляторным заводом. Когда в августе, значит, показа, августовские события показало, что население, ну, власть живет своими заходами, население живет своими. Население начало массово увеличивать свою правовую созначенность и начало интересоваться, значит, тем, как государственный аппарат выполняет свои функции. Ярким следствием этого является то, что начали образовываться районные ячейки, значит, вот эти катушки и все остальное. Власть вместо того, чтобы, скажем так, реагировать адекватно на эти действия, она решила рефлексировать своими обычными методами, именно убирать образовывающихся лидеров протеста и лидеров самоорганизованных, да, выдавливать куда-то из страны или, скажем так, каким-то образом нейтрализовывать. Вот. В этой ситуации единственный метод это, скажем так, продолжить общественное самосознание, рост обучения населения и показать, что государственные институты не работают, да, и ни в коем случае, как бы, как вот тут говорили в чате, что там силовой протест. И силовой протест, он наоборот на руку нынешней власти идет, потому что они начнут играть в собственном поле. Вот. А так, когда, значит, чем больше людей узнает, что система неэффективна, и она не сможет, и она не может реагировать адекватно существующим вызовам. То есть, такой пример есть и Сингапура, когда в 70-е годы коррупция поразила общество, и только, скажем, вот эти методы, они позволили безболезненно перейти к новому, пройти трансформацию. Ну, как бы, то, что я хотел сказать. Да, спасибо, Виталий, действительно, интересное мнение. Я так понимаю, еще, также, да, вот у Галины Кашевской была рука, поэтому, да, Галина, пожалуйста, по традиции, по традиции попрошу кратко, вот с этим, с фокусом на будущее. Просто мы сегодня про будущее. Спасибо, Вадим, но я не буду кратче, чем остальные. Ладно, прежде всего, знаете, я слушаю, вот слушала, слушала и вспомнила анекдот. Помните такой про розового слоненка? С таким этитюдом слоненка мы не продадим. Знаете, да? Так вот, Анна, спасибо большое вам за ваше выступление, за позитив. Почему? Нас сегодня спасет только позитив, только позитив. И потому что, когда Ярослав или там Андрей говорили, вы знаете, мне хотелось сразу зашиться и вернуться в обратное, в прошлое, так сказать, и ничего не трогать и вернуть все взад. Когда я думала про Новую Беларусь, прежде всего, у меня перед глазами, знаете, что стоят вот эти молодые люди, которые дворовые, чаты, вы полностью, Анна полностью согласна с вами, коммуникация изменилась. Она перешла на ценностный уровень. На ценностный. Люди помогают, взаимопомощь, солидарность есть. И это уже ценностный уровень, уже не изменить. Мы перешли с выживания на более высокий уровень по пирамиде Маслов. Вызов, какой будет стоять, если в будущем в новой Беларуси, я верю, что я говорю про новую Беларусь, Вадим, да, то это завоевать доверие вот этой демократической новой власти, завоевать доверие граждан. Почему? На сегодняшний день уровень доверия власти на любом уровне, он не то, что нулевой, он уже в минус. Даже если что-то будет опубликовано правдивое, люди уже не верят. Я сейчас говорю даже про себя, потому что сразу начинаешь думать, правда это или неправда, потому что доверия просто нету. Это что касается выстраивания власти, структур всех. Когда я Ярославу вот просто написала насчет омоложения, здесь не имеется в виду, что ну вот омоложение в привычном понятии этого слова. Омоложение идет за счет новых, за счет молодого поколения. Да, наша нация стареющая, то есть сами понимаете, причем население сокращается, в общем-то, но я смотрела статистику и там вот я написала в чате, что у нас фактически прежде всего идет урбанизация. Это тоже Новая Беларусь. Новая Беларусь, я вижу, она более, это образованная Беларусь с точки зрения воспитания. Не образование, как институты образования. Образование у нас должно претерпеть изменения, существенные изменения, потому что оно все идеологизировано. Но с точки зрения воспитания и новые практики, которые именно у молодежи сейчас и у этой молодежи через проекты, бизнес-проекты, через проекты МТП. Ярославу, там и всем, кто представляет третий сектор, типа некоммерческие организации, это огромная заслуга в том, что через вот эти проекты все-таки демократические практики сотрудничества, коммуникации, они распространяются в обществе и даже это, ну, в сельской местности. Но в то же самое время у нас, если сказать, вот, по-моему, два миллиона у нас сельских жителей на 1 января 2019 года было и 7 миллионов с половиной городских жителей. То есть у нас идет активно урбанизация. Люди переезжают в города, большие, маленькие. Ясное дело, это идет воспитание за счет даже того, что молодежь подрастает. Вот я там написала, около двух миллионов у нас до 19 лет, около двух миллионов 20-35 лет и два миллиона старше 60. Вы понимаете, что старше 60 это еще есть советские практики, советская идеология, которые вот они сидят, а кто-то выжидает, кто-то поддерживает старый режим, привычный режим. Это практики, основанные все-таки на страхе, на неуверенности. И здесь очень большой страх. Они живут за одну пенсию. Ясное дело, это потерять все деньги, которые вот они... То есть потерять средства к существованию. У молодежи этого страха, конечно же, нет. А сейчас молодежь вообще перенул, те, кто участвуют особенно в маршах, движениях, протестах, они вообще его победили. Так вот, последнее сейчас вот скажу, что какой еще вызов такой очень для меня яркий, конкретный, я вижу, это, знаете что, омоложение исполнительной власти, структур, всех наших институтов. Потому что там люди сидят в возрасте, они, в общем-то, сидят и не хотят уступать свои места, это их работа. Я сейчас, мы столкнулись с КАТОСами, известными вам, которые вот идут в территориальное сообщество, самоуправление пытаются люди организовать, и там председателями КАТОСов просто назначают своих людей. Это пенсионеры, которые где-то когда-то работали в какой-то структуре, им необходимо было власти закрыть эти, ну, вопросы, потому что закон есть, и с них спрашивают, как закон исполняется, и они посадили своих людей. Понимаете? КАТОСы не работают, те, которые существуют, и поэтому сейчас идет вопрос молодежь, вот у нас дворовой этот чат и районная молодежь, они очень интересуются законодательством, молодежь сейчас политизирована, это тоже уже не изменишь, если они начали интересоваться политикой и пытаются взять на себя какие-то функции самоуправления на месте, на местном уровне, это тоже уже не изменишь, поэтому я смотрю оптимистично в будущем, конечно, хотелось бы, чтобы Новый год мы встретили в Новой Беларуси, но да, очень хочется, поэтому я, в общем-то, за этитюд, с каким этитюдом мы будем, в общем-то, смотреть в будущее, но я просто верю, что мы должны это все пройти, победить, иначе просто-напросто, ну, даже не хочется думать иначе, но я вижу, что это все-таки омоложение общества, да, хочу еще вот добавить, когда я делала исследование по госзакупкам, это тоже для меня тогда было очень важно, у шведского, был этот финский, посол Финляндии был на презентации исследования про закупки из одного источника, я делала исследование такое, и там у него спросили, как вам бывшем отсталой стране, еще в недалеком прошлом отсталой стране, сельскохозяйственной, как вам удалось на сегодняшний день стать одной из экономически высокоразвитых стран в Европе, можно сказать, в лидерах, и посол сказал, тогда как раз это был какой, 17-й лишь год, он сказал, говорит, в этом году мы отмечаем 100 лет нашей независимости, но это было в 17-м году, 100 лет независимости, на самом деле мы отвечаем 200 лет независимости, потому что 100 лет они были сильной автономией, а потом он добавил, это то, о чем я тоже сама все время думала, даже вот у Выбера есть книга, сейчас скажу какая, он сказал, что обращаю внимание, он лично обращает внимание на то, что сними развитые, экономически развитые страны, включая ту же самую Америку, европейские страны, это протестантские страны, это лютеране, это кальвинисты, это просто протестанты, здесь идет вопрос, я бы сказала, не то, что веры, как религиозные веры, а именно веры, как ценности, что у людей, в общем-то, в душе, в сердце, чем они живут, так вот, наши люди, советское еще поколение, там, в общем-то, о ценностях трудно было говорить, потому что там был страх, страх советских времен, сталинщины, войны, послевоенное время и так далее. Так, вы знаете, не будем так далеко углубляться в прошлое, это важно, Вадим, это очень важно, я хочу завершить. Так вот, сейчас это все изменилось, понимаете, старшее поколение, оно все-таки, как ни печально, оно уходит, но молодежь, она, в общем-то, не религиозные ценности, она впитывает демократические ценности, и вот это меня, в общем-то, поддерживает мой энтузиазм о том, что новая Беларусь скоро будет. Спасибо. Да, спасибо, спасибо, Галина, это замечательно, и, конечно, протестантская этика и дух капитализма прекрасная книга, хотя, я думаю, быстрого, массового перехода в протестантизм, это точно не то, что в актуальной повестке. Да, эти белорусы были протестантами, кальвинистами. Ну, давайте, это не будет серьезная дискуссия, это долгая тема, да, многие кем были. Хорошо, Антон, есть у нас еще, если у нас еще поднятые руки, кто хотел бы еще высказаться, особенно из тех, кто, может быть, еще не комментировал, или тогда, может быть, потихоньку будем переходить к завершающим ремаркам. Да нет, поднятых руки я не вижу, давайте, наверное, да, перекорить к завершающим ремаркам. Да, наверное, у нас остается последнее пять минут, если ориентироваться на двухчасовой формат. Я вот тогда, наверное, попросил, может быть, напоследок и Анну, и Анну Ярослава, поскольку Антон и Андрей были бы уже раньше уйти, наверное, какие-то, может быть, финальные мысли по поводу действительно будущего, которые есть после нашей дискуссии, потому что, мне кажется, у нас сегодня действительно был такой интересный обмен мнениями и возникло много интересных мыслей. Да, Анна Ярослав, кто готов, наверное, начальство. У нас сейчас буквально по несколько минут на завершение дискуссии какие-то финальные ремарки. С удовольствием вступлю очередь, Ярослав. Благодарю. Ну, ладно, мысль, которая у меня родилась в ходе этой дискуссии сегодняшней, приблизительно такая. До революции у нас было много стратегий перемен. Я прям помню их. Ну, не много, но были отраслевые стратегии перемен, дорожные карты, но не было энтузиазма. Сейчас у нас много энтузиазма, но нету стратегии. Если есть на что мне надеяться в ближайшее время, то это на то, что мы успеем вместе выработать стратегию и общественное согласие по поводу этой стратегии до того, как потеряем энтузиазм. стратегии, Спасибо. Анна, тогда вы. Я хочу присоединиться, сказать, что у меня, к сожалению, тоже нет стратегии. У меня есть видение того, как можно развивать некоторые области. Я могу довольно много высказываться на тему того, как я вижу будущее науки в Беларуси или будущее образование в Беларуси, ну, потому что это две мои основные как бы экспертные области. И я знаю, что совершенно точно впервые в жизни в этом году чувствую себя настолько белорусом, настолько белорусской, и что до тех пор, пока будут люди готовые и желающие что-то делать, я буду на их стороне с удовольствием присоединюсь к ним со всем своим энтузиазмом, всеми своими стратегиями. Общайте, у меня есть возможность просто возвращаться в Беларусь и делать там то, что кажется мне правильным. Я немножко менее экономически зависима от того, что экономически происходит в Беларуси. Это мое большое преимущество и привилегия. И мне кажется, что у нас есть все шансы с этим справиться. Среди тех проблем и препятствий, которые могут быть, есть, например, огромное количество изменений, которые завязаны на веру в завтра. они движимы и действуют только за счет той энергии веры в завтра, которая сейчас есть у людей. Что завтра мы победим, что еще немножко и мы победим. И если эта вера рассыпется, то, конечно, и прогресс в этой области немедленно замедлится. У нас больше не будет перспективы и видения. Но до тех пор, пока это поддерживается, до тех пор, пока мы говорим о будущем и о том, каким оно может быть, планируем в будущее и не ограничиваемся тем, насколько прошлое устарело и плохо. Я верю, что у нас все получится. Спасибо. После таких слов о важности в будущем, я уж не знаю, что что-то еще можно добавить на наши дискуссии. Действительно, спасибо всем, кто сегодня принял участие в этом нашем разговоре о будущем. Потому что, да, когда мы это планировали, мы поняли, что мы очень много обсуждали текущую повестку и актуальность этой повестки способствует следующим обсуждениям. Сегодня хотелось подумать о том, какие будут будущие трансформации и вызовы. И мне кажется, у нас сегодня это вполне получилось. Поэтому спасибо всем за эту дискуссию. Я думаю, эксперт-аналитический клуб еще, как минимум, один раз мы точно встретимся до Нового года. Уже подведем, как традиционно бывает, итоги года 20-го и подумаем о 21-м. Уже, наверное, ближе где-то к Рождеству. Поэтому еще обязательно все анонсы, как всегда, мы вышлем. Поэтому спасибо за наш сегодняшний разговор и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова